Главное событие наступившего года – президентские выборы. Они пройдут 18 марта, к слову, в годовщину воссоединения Крыма с Россией. И определят главу государства на ближайшие 6 лет. В пятницу Центральная избирательная комиссия завершила прием документов от желающих стать президентом России. Итого сейчас пока в гонке два самовыдвиженца и 14 представителей разных политических партий. Еще четверо пока в подвешенном состоянии. Они сдали документы в последний момент, и по ним цик решения о допуске еще не принял. Действующий президент Путин принял решение идти на выборы как самовыдвиженец. Его штаб сформирован. Сопредседателей – три. О том, кто эти люди – Павел Зарубин. Когда Путин впервые пришел в свой избирательный штаб, и тем самым фактически его открыл, главным оставался вопрос – так кто же штаб возглавит? Разговоров было много, решение оказалось неожиданным. Три сопредседателя – врач, педагог, промышленник, известные на всю страну. Люди ждут прямого общения. А для того, чтобы это прямое общение состояло, чтобы это было эффективным, полезным, откровенным и доверительным, нужны такие люди, как вы. Что касается и сбора подписей, чтобы все было корректно, чтобы там не было никаких нарушений. Я уверен, что действия в рамках закона все сделаем, но сделать нужно максимально корректно. КАМАЗ, работающий на аккумуляторах, электробус, который уже покупают крупные города. Никакого шума, никаких выбросов. 50 километров без дозарядки. Более чем достаточно для общественного транспорта. КАМАЗы теперь и такие, завоевывающие все новые ниши. Автобус-то комфортабельно совершенно. Здравствуйте, вы смотрите Вести КАМАЗа. Автогигант с мировым именем. Целый промышленный город. Готов взорвать и рынок сидельных тягачей. Автомобиль новейшего поколения. К5. Удобный, сверхэкономичный и очень мощный. Мы создаем производство новых кабин в Челнах и производство новых двигателей. Здесь, например, на производстве каркасов кабин мы будем использовать более 100 роботов. И тысячи новых высокотехнологичных рабочих мест. Забудьте про неудобные тесные кабины. КАМАЗ разработал комфортный дом на колесах. Здесь и холодильник. Даже раковина и душевая кабина, что, конечно, особенно важно во время долгой поездки. Здесь микроволновая печь, кофе-машина. И что уж совсем, конечно, удивительно, беговая дорожка для того, чтобы размяться после утомительной поездки. Всё выглядит, конечно, уж слишком красиво. Но ведь разным заказчикам нужны разные машины. Весь мир уже свыкся с мыслью, что на тяжелейшей гонке Париж-Дакар побеждает только команда КАМАЗа. Кадры из двух разных эпох. 90-е. Завод двигателей полностью уничтожен пожаром. Денег на восстановление нет. Никто не помогает. Не платят зарплаты. Остановлены цеха. С 2000 года страна, конечно, поднялась. За игрой в настольный теннис во время перерыва разрешено. Успевают обсудить и то, что год закончили с прибылью, и 13-ю зарплату, и индексацию на уровень инфляции. Всё новое, всё новое, всё прогрессирует. В небольших набережных Челнах новый красавица аэропорта, отремонтированный несколько лет назад КАМАЗом. В начале недели отсюда в Москву вылетел директор завода. В ближайшие два месяца он сопредседатель избирательного штаба Путина. Отсвоились на новом месте? Прекрасно. Времени на освоение особо же нет. Все эти годы, рассказывает Сергей Кагогин, Путин с промышленностью вместе в тяжёлом 2008-м и в счастливом для завода 12-м. Огромное количество людей знает, что они отдавали свой труд, свою энергию, свои знания этому делу. И два миллиона автомобилей – это рубеж, который многие автопроизводители хотели бы пересечь. У нас это получилось. То, что на этом празднике присутствовал Владимир Владимирович, конечно, очень воодушевывало коллектив. Сейчас каждый день сопредседателя штаба начинается с получения новых цифр. Сколько подписей собрано в поддержку выдвижения Путина. Даже иностранные граждане хотели поставить свою подпись, но мы им сказали, к сожалению, никак. Но они очень поддерживают вас. И мы очень рады, что мы в вашей команде. Вам спасибо большое. Ну и тем, кто в своей подпись стоит. Особую благодарность за доверие, которое они вот этим способом демонстрируют. Это важно. Москва, Тула, Казань, Екатеринбург, Орёл, Хабаровск. Подписи собирают по всей стране. На улицах, площадях и в партийных общественных приёмных. Центризбиркому достаточно 300 тысяч подписей. Но волонтёрами уже собрано более полумиллиона. И останавливаться они не собираются. Я знаю, что вы все молодые, но все-таки уже опытные, эффективные менеджеры, можно сказать. И что особенно важно, у вас есть хороший опыт работы с людьми. У вас добрые глаза. Потому что доверие, которое человек вызывает в общении с людьми, это вообще самое главное. Самое главное по жизни вообще. Ну а в таком деле, которым мы с вами сегодня занимаемся, это особенно важно. Безграничное доверие здесь по-другому и быть не может. Руководитель онкологического центра имени Дима Рогачёва, Александр Румянцев, врач, которому доверили жизни своих детей десятки тысяч родителей, тоже стал сопредседателем избирательного штаба Путина. Потому что лично и неоднократно видел его в работе. Сказал – сделал. Огромное вам спасибо за то, что пять лет тому назад вы открыли эту клинику. Вы этим спасли очень много жизней. В этом центре, куда малыши попадают со страшными, смертельными диагнозами, умеют не только излечивать, но и создают условия, чтобы дети оставались детьми. Восьмилетняя Софья борется с болезнью уже больше года, но уверена, что обязательно поправится. Ведь в своих снах она здоровая, сильная волшебница. Когда я попробовала крылья, которые мне подарил Дед Морус, у меня получилось летать. Далеко ты улетела? Не, я вот по улице чуть-чуть полетала, потом соседок своих поздравила, и опять зашла домой. Игрушки и капельницы с химиотерапией. Здесь они всегда рядом. Пятилетний Ярослав весь в катетерах, но улыбка не сходит с лица. Здесь тебе не больно? Нет. А здесь? Сильнейший коллектив, лучшее оборудование. Здесь в каждом образце находится образец костного мозга, который мы используем для трансплантации. Александр Румянцев, как сопредседатель штаба Путина, передал ему список тех, кто станет доверенными лицами кандидата. Врачи, космонавты, известные спортсмены и артисты. Важно, чтобы мы вместе постепенно, но очень уверенно доводили до нашего потенциального избирателя, что мы расстроены на дальнейшее развитие страны, готовы к любым шагам, которые пойдут на пользу Отечества, пойдут на пользу нашим гражданам и будут рассчитаны даже не на среднесрочную, а на длительную историческую перспективу. Проект, который во многом будет определять будущее России, уверена сопредседатель штаба Елена Шмелева, это, конечно, возглавляемый ею центр «Сириус» в Сочи. Так бурно развивается, потому что Владимир Владимирович лично им занимается, это личная его идея. Использование олимпийского наследия таким образом – это удивительный пример инвестиций, в первую очередь человеческий капитал. Спасибо вам за «Сириус». Думаю, меня весь «Сириус» поддержит. Будущие всемирно известные художники, музыканты, спортсмены, ученые – в «Сириусе» начинается их большой путь. У центра уже появились свои выпускники, которые, поступив в лучшие вузы страны, теперь возвращаются в Сочи, чтобы передавать свои знания новым воспитанникам. Яна к нам приезжала в 2015 году, в 2016 году. Смена за сменой, поколение за поколением, а значит, новые достижения России, устремленные в будущее. Павел Азарутов, Андрей Мельников, Антон Косимович, Дмитрий Ермоленко, Антон Губанов и Александр Бережной. Вести неделя. Президентская кампания этого года – рекордное по числу участников. Среди них и политические ветераны, и новые, еще мало кому известные лица. О желающих возглавить государство на новенького и о текущем этапе избирательной кампании – Алексей Петров. На электронном табло в ЦИКе обратный отсчет. Настроила Памфилова и дает понять – работы будет много, как и кандидатов. До 31 января, до 18 часов, уже будет понятно, кто в общей сложности зарегистрирован, и у кого мы дальше будем проверять подписи в течение 10 дней. Сейчас двоим кандидатам строчка в бюллетене обеспечена. Владимир Жириновский собирается в регионы. Наша идеология – это благополучие всех граждан. Выдумывать ничего не надо. Мы по налогам даем наши предложения. Дальний Восток вообще без налоговой экономики. Там будет бум. Вот он, Сахалин, маленький обод. Давайте здесь уберем все налоги. И только кто здесь работает, тот не платит налоги. Никакой регистрации других фирм. Мы увидим, пойдет бум. Несмотря на предвыборную гонку, кандидат не забывает друзей молодости. У Геннадия Авдеева, ученого и следователя Востока, Жириновский был свидетелем на свадьбе. Даже фотографии сохранились. И вот теперь торжества. Золотая свадьба. Но песни пели те же, что и много лет назад. Рисует узор и мороз на оконном стекле. Но нашим мальчишкам сидеть не по нраву в тепле. Точно идет на выборы и кандидат от КПРФ Павел Грудинин. На этой неделе он получил кандидатское удостоверение в ЦИКе. На заседание Грудинин приехал вместе с главой своего штаба Геннадием Зюгановым, который по традиции с коммунистической прямотой критиковал Запад. Страна превратилась в осажденную крепость. И наши западные так называемые партнеры, точнее, недоброжелатели, все делают для того, чтобы взорвать страну изнутри. Нельзя этого допускать. Поэтому честные, достойные, содержательные выборы, это выход из трудного кризиса, из тупика, и мы к этому готовы. Вы с каким чувством сейчас смотрите на выборы, не участвуя в них? Я участвую. Я руководитель штаба, руководитель высшего совета. У нас большая команда участвует, и это исключительно важно. Бизнесмен Грудинин утверждает, точно знает, что делать с экономикой. Мы разработали совместную программу КПРФ и НПС, которая называется «20 шагов». Правда, там написано «20 шагов Грудинина». На самом деле эти 20 шагов, которые совместно были разработаны, и это то, что выведет нашу страну из кризиса. У нас нет избирателей КПРФ отдельно. У нас есть люди, граждане России, которые ждут перемен. Особой темой стало обсуждение финансового благополучия Грудинина. Внезапно на заседании Центра сберкома речь заходит о зарубежных счетах предпринимателя. Павел Николаевич указал пять счетов, которые у него были в иностранных банках. Точнее, банк один находится в Вене, в Австрии. В банках Лихтенштейн, Ландес, Банк АГ, Вена, Австрия. Остаток 0 рублей. Второй счет. Остаток 16 миллионов 760 тысяч 13 рублей. Третий счет. Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся... Борис Афальевич, зачем сейчас это зачитывается? Я думаю, что мы все это, что положено, опубликуем. Наверное, это имеет смысл, разве сейчас? На момент подачи документов широкая общественность была не в курсе зарубежных активов левого кандидата. Потом, уже после новогодних праздников, представители партии срочно сообщили в ЦИК о пяти счетах в иностранных банках и шестистах ценных бумагах. При этом Грудинин тут же предоставил документы, что все это в прошлом. Коммунисты постарались замять недоразумения, мол, нестыковки возникли из-за ошибки банка. Я все вначале указал в декларации, но оказалось, что банк там допустил одну оплошность, которую исправили. И, как вы сегодня видели, единогласно проголосовав, ЦИК согласился с тем, что я все сделал в соответствии с законом. Но финансовое состояние Грудинина скрупулезно изучили оппоненты, в том числе лидер ЛДПР и потенциальный конкурент. Реакция Жириновского только подчеркивает накал борьбы. Коммунисты окончательно повернули в сторону капитализма. Они ведут на выборы своего кандидата, миллиардер. 5 миллиардов за границей. Он скрывает что? Что у него есть ценные бумаги на такую огромную сумму, 5 миллиардов рублей, и что самое неприятное за границей находится. Это как бы большой такой минус для кандидатов в президенты. КПСС, ум, честь и совесть нашей эпохи. Вот они, миллиарды. Что у Ленина, что у других мафиозных структур, и Грудинина Павла Николаевича. Все за границей, все в Австрии, в Германии и так далее. И всячески все это скрывают от народа. Так или иначе, состояние счетов и поступивший от Грудинина уточнение уже вызвали бурную полемику. Дело в том, что два года назад предприниматель баллотировался в депутаты Госдумы и Московской областной думы. Но о зарубежных счетах в опубликованной декларации за 16-й год ничего не говорится. Более того, в сентябре прошлого года Грудинин был избран в Совет местных депутатов города Видное. Получается, что теперь, в самый ответственный момент, у кандидатов в президенты от одной из ведущих партий странная суета вокруг финансовых документов, которая дает его критикам право задавать неудобные вопросы. В самом Видном подобные нестыковки уже вызвали очевидное раздражение. Мы вместе баллотировались в 16-м году в Московскую областную думу. И на тот период господин Грудинин, когда подавал документы для регистрации депутата Московской областной думы, не указывал данные сведения о том, что у него имеются зарубежные счета, о том, что у него есть ценные бумаги, какие-то вклады. Для меня это было легкое удивление, потому что я этого человека знаю достаточно давно. Свою политическую карьеру он начинал в Ленинском муниципальном районе. И здесь же он как раз-таки в первую очередь проявлял свою, можно так сказать, политическую нечистоплотность. То есть начиная свою избирательную кампанию с заведомо ложных предоставлений информации. Но в итоге юридически все корректно, у Центризбиркома никаких претензий и кандидат зарегистрирован. Решение уже опубликовано на сайте российской газеты. Здесь окончательные данные об источниках доходов, имуществе, счетах, ценных бумагах кандидата. Решительно настроены и выдвиженцы от непарламентских партий, которые должны заручиться поддержкой 100 тысяч россиян. Во всю идет сбор подписей. Борис Титов от партии Роста посетил один из московских следственных изоляторов. Разговор о правах бизнесменов, которым возникли претензии правоохранительных органов и либерализации законодательства. Из четырех людей, с кем мы встречались, трое имеют физико-математическое образование, что уже говорит о многом. Партия Роста предлагает большие изменения в уголовном законодательстве, в уголовно-процессуальном законодательстве. Все говорят, 159-е, можно натянуть любое преступление под 159-ю статью мошенничества. Поэтому нам сегодня, мы как партия Роста, как я, как уполномоченный прежде всего, давно уже предлагали модифицировать эту статью. Мы предлагали прежде всего под 159-ю, с самым большим ущербом, часть 4-ю, отдать ее под рассмотрение судом присяжных. В центре внимания и Ксения Собчак. Поводом для активной полемики стало ее появление на статусной вечеринке на острове Бали. Где только ты, где только я. Самой Собчак в кадре не разглядеть, но фото с музыкантом Андреем Алексиным, выложенное с геотеком, спровоцировало упреки в проведении корпоратива для одного из миллиардеров. Впрочем, даже если и так, закон Собчак не нарушила. Но сама кандидат настаивает, никаких корпоративов. Ездила обсуждать сугубо финансовые вопросы, связанные с компанией и продвижением его программы. На этом фоне избиратели продолжают обсуждать, как относиться к высказываниям Собчак. Например, о статусе Крыма. С точки зрения международного права, Крым украинский. Точка. Дальше давайте разговаривать. Тем временем активисты продолжают собирать подписи в поддержку Ксении Собчак. Энергично настроенные сторонники кандидата от «Яблока» Григория Явлинского. Частью кампании оппозиционного политика стали видеоролики и вот такие мультфильмы. Главный герой Михеич, пытаясь обустроить свой непростой быт, обращается к Явлинскому за советом. Да вот подумал, мужик я или не мужик. Самым важным справился. Вот сын, вон дерево. А денег только на этот домик хватает. Так ты еще дом для семьи успеешь построить? Шутишь? Объясни. Тут Явлинский и объясняет, как поднять экономику. Я считаю, что в России каждому человеку, каждому гражданину России в европейской части можно выделить 30 соток земли, а за Уралом там даже 60. Значит, выделить этот участок земли можно бесплатно для строительства собственного дома. Продавать его нельзя, обменивать его ни на что нельзя, а строить свой дом там можно. Более того, такой шаг, по мнению Явлинского, будет прорывом не только для Михеича, но и для всей страны. Если начнется вот такое массовое строительство, то спрос будет огромный на стройматериалы, практически на все. Жилищное строительство, причем строительство не многоэтажных домов, а строительство вот этой двухэтажной России. Политики стараются увеличить число сторонников, а Центр избирком уже готов к проверке подписных листов. Процесс даже будет идти под надзором видеокамер, чтобы исключить любые претензии. На улицах Москвы и других российских городов уже появились плакаты, напоминающие о приближении президентских выборов. До дня голосования остается чуть более двух месяцев. Гонка набирает обороты, и к 10 февраля уже станет ясно, чьи фамилии появятся в избирательном бюллетене. Алексей Петров, Сергей Довгалий, Олег Макаров. Вести недели.